Им достались не только кубки и медали, но и деньги. Перворайские школьники заработали 30 тысяч рублей. Играли в футбол, плавали, танцевали и пели. На что теперь потратят выигрыш, узнала наша съемочная группа. Больше десятка учеников 32-й школы вызвали к директору. Но не наказать, а поблагодарить. Старшеклассники завоевали награды областного фестиваля. Здесь и кубки с медалями, и даже денежный сертификат. Сумма, примерно как средняя зарплата учителя, 30 тысяч рублей. Я хочу вас поздравить с этим и персонально вручить Фирсову Ивану две серебряных медали в плавании. Руководство школы оказалось не суеверным. На фестиваль молодежных инициатив собрали команду из 13 учеников. К примеру, тех, кто умеет танцевать и петь. Я участвовала в пиани-дуэтах, групповом танце. И также помогала солистке, которая участвовала в сольном бокале. Я подыгрывала и на скрипке. И тех, кто увлекается плаванием и футболом. Соревноваться пришлось со сборными из Новоуральска, Верхней Пышмы, Полевского и еще 14 городов. Мы весь год готовились, играли в футбол после уроков. Поехали и победили. Не только в футбол играли, еще и перетягивали канат с мальчиками. Ну, получается, каждый вложил частичку себя в нашу победу. На фестивале подростки рассказали о собственных проектах. К примеру, как помогали приюту для животных или делали фильм о жизни класса. За это тоже заработали баллы. Старшеклассники состоят в российском движении школьников. Организация воспитывает патриотов и обучает волонтеров. На этом фестивале еще было приведено множество мастер-классов от организаторов. Ребята ходили на эти мастер-классы, чему-то обучались. Тематика была разная. Вплоть, наверное, от спортивных каких-то рукопашных боев, граффити, изготовления значков до оказания первой медицинской помощи. На что потратит один из призов, денежные школьники сейчас раздумывают. Один из вариантов – купить новые мячи для мини-футбола. Светлана Вахмянина, Алексей Вербицкий, Руслан Гаскаров. Новости. Первоуральск.